Здравствуйте! Это программа «Вопрос по делу» в студии Нина Приходько. У нас в гостях наш финансовый эксперт Артем Хачатриан, руководитель инвестиционной компании «Финам». Здравствуйте, Артем! Расскажите, что происходит сейчас на рынке? На сегодняшний день российский рынок испытал существенную коррекцию, мы об этом говорили. И многие акции разных интересных компаний стали интересными. По одной простой причине, что это успешный бизнес и стоимость их акций снизилась выше 20-25%. Мы все знаем, что наш российский рынок, конечно же, во многом до сих пор, я бы даже сказал, к сожалению, наверное, зависит от рынка энергоносителей, в частности, от стоимости цен на нефть. Мы видим, что сейчас цены на нефть снизились, то есть они пробили коридор и пошли до отметки 50, ну, около 50 долларов за баррель. Поскольку в Соединенных Штатах Америки снижается потребление, вернее, запасы по нефти в США начинают снижаться, наши аналитики говорят о том, что в ближайшее время, с учетом того движения, той динамики, которую мы наблюдали по нефти, может произойти разворот цен на нефтяные активы, что, в свою очередь, конечно же, приведет к продолжению роста или так называемого профессионалами отскока рынка ценных бумаг наших российских эмитентов. И поэтому мы считаем, что это положительный фактор, и сейчас необходимо потихоньку на небольшие объемы от портфеля набирать себе акции в портфель. То есть те, кто не успели еще приобрести себе ценные бумаги, я бы посоветовал бы не более 5% вкладывать в одного эмитента. Таким образом, можно будет только пока 5%. Когда цены начнут расти дальше, можно будет, естественно, усилить свою позицию, докупить еще 5% и еще 5%. Почему? Потому что на самом деле никто не знает, вот то движение, которое показал сейчас наш российский рынок, что это движение может продолжиться дальше вниз. Да, сейчас отскок, сейчас цены остановились, сейчас некоторые акции начали набирать рост, восстанавливаться. И вот когда это происходит, лучше всего любому инвестору начинать вложения, но не сразу все деньги вложить в акции, а по частям это производить. Таким образом, он себя убережет от ситуации, если дальше нас ждет обвал котировок, то такой инвестор вложит перед обвалом, ну, не знаю, там, процентов 30-40 от своего портфеля и успеет вовремя выйти, при этом достаточно низкие риски, и он себя будет чувствовать комфортно. Если дальше рост продолжится, то мы будем советовать нашим инвесторам продолжать наращивать позицию в разных акциях. Таким образом, все 100% своих денежных средств любой инвестор сможет сформировать в бумагах, которые вырастут. Пройдет время, мы посмотрим с вами назад и увидим, что действительно те акции, о которых мы говорили, куда вкладывали наши инвесторы, выросли и принесли прибыль непосредственно по портфелю и по доходности. А какова ситуация с рублем? Говорят, что он переукреплен. Ну, вы знаете, одни говорят переукреплен, другие говорят дешевый, дорогой. Опять-таки, я сторонник того, что когда наступает отсутствие некой стандартной корреляции между нефтяными активами, рублевыми активами, долларом, рынком ценных бумаг, в частности, облигаций, индекса облигаций и российского рынка акций, лучше всего использовать обычный технический анализ. Мы видим, что за последний год доллар укрепился относительно рубля, рубль снизился. Та поддержка, которая есть на сегодняшний день по рублю относительно доллара удерживается. Вот буквально там за последние два дня был отскок, то есть доллар чуть вырос относительно рубля. Поэтому пока что каких-то критических замечаний в сторону перекуплен, перепродан мы бы пока не делали. Больше всего внимания пусть будет инвесторов приковано к ценам на нефть и к стоимости ценных бумаг, таких как акций и облигаций. Артем, вот сейчас появился, вот в последние годы появился новый вид счета, индивидуальный инвестиционный. В чем его суть? Индивидуальный инвестиционный счет – это возможность, которую предоставило государство населению. Суть его заключается в том, что это обычный брокерский счет. Клиент открывает этот счет, вносит денежные средства и может воспользоваться двумя налоговыми льготами. Есть вычет в виде 13% и есть возможность получить льготу по налогу на доходы. И вот в зависимости от того, как будет себя позиционировать инвестор, что ему интереснее, вот ту налоговую льготу он может и выбрать. То есть это дает возможность простым гражданам свои средства вкладывать, экономить законно на налогах, получать дополнительную доходность, ну и соответственно зарабатывать. А какой тип инвестиционного счета лучше открыть, если инвестор планирует на эти деньги купить облигации? Инвесторы всегда, как правило, бывают двух типов. Долгосрочный и краткосрочный. Долгосрочным инвесторам мы бы порекомендовали бы воспользоваться первым видом налогового вычета, это 13%. То есть таким образом инвестор получает дополнительную доходность от государства в виде 13%. Он может приобрести облигации на долгосрочный период, на 2, на 3 года, на 5 лет со сроком погашения, через 5 лет, там не знаю, через 2 года. В классике, конечно же, назвать инвестора, который вкладывает деньги на ближайший год или 2 долгосрочным инвесторам невозможно, но это все-таки и не краткосрочный инвестор. То есть горизонт от года двух и более, то лучше всего первый вид налогового вычета. Те инвесторы, которые более активны, те инвесторы, которые покупают и продают акции, смотрят активно за рынком, то есть проводят такую активную инвестиционную жизнь, им лучше всего попросить, так сказать, или выбрать налоговую льготу, связанную с тем, чтобы они не платили налог на доходы от купли и продажи ценных бумаг. То есть вот такая рекомендация. Тогда объясните, в чем разница между государственными облигациями на индивидуальном инвестиционном счете от облигаций на обычном брокерском счете? И там, и там налогов платить не надо. Да, в первом приближении налоги платить с купонного дохода по гособлигациям не нужно. Но есть один маленький существенный нюанс, о котором я говорил. Это налоговая льгота в виде вычета 13%. По сути, если мы выбираем индивидуальный инвестиционный счет, покупаем на него облигации, получаем стандартную доходность по облигациям, ну скажем, там 8, 9, 10, 15% годовых. Плюс к этому еще государство дает возможность зачислить на счет 13% от той суммы, которая внесена на индивидуальный инвестиционный счет. То есть государство как бы даже дарит дополнительную доходность к этой инвестиции. И таким образом она становится еще более привлекательна. Помимо того, что вы можете заработать купонные доходы по облигациям, которые вы купили себе на индивидуальный инвестиционный счет, плюс еще вот эти 13%. Вот где эта разница. А в чем отличие между государственными и муниципальными облигациями? Чем они отличаются от корпоративных? Дело в том, что есть облигации разного уровня. И они, естественно, разделяются по... У них много градаций делений. Но на самом деле, когда инвестор только знакомится с облигациями, он сразу же сталкивается с такими понятиями, как облигации, государственные облигации, да, облигации федерального займа, облигации, не знаю, там, область, областные, мы их так называем, областные облигации, и когда муниципальные или корпоративные. Разница только в названии имитента. Но я бы еще хотел сказать, что если бы мы сказали с вами о надежности, конечно же, в инвестиционном мире, в инвестиционном бизнесе к облигациям относятся очень внимательно, очень трепетно. И самые надежные облигации, это, конечно же, облигации, выпущенные государством, то есть когда имитентом является государство. Затем по надежности можно выбирать облигации региональные, муниципальные, потому что они обеспечиваются местными, региональными бюджетами. И на третьем месте это корпоративные. Как правило, по корпоративным облигациям, имитентами в корпоративных облигациях являются предприятия. Так вот, их доходность всегда, как правило, выше, чем по облигациям, которые номинированы государством. Но, соответственно, я бы хотел сказать, что и риски, соответственно, выше. А если инвестор решил накопить на пенсию, то какие облигации лучше выбрать? Если инвестор принял для себя долгосрочное взвешенное решение, те средства, которые он может сэкономить в течение месяца, квартала, года, неважно, он хочет их сберечь от инфляции, получить дополнительный доход, и он не готов сейчас тратить свои доходы, он готов отложить траты по своим денежным средствам на более долгий период, то, конечно же, лучше выбирать облигации надежных корпоративных имитентов, таких как Сбербанк, Газпром, ВТБ, РЖД. Можно взять также часть облигаций, эмитентами которых является государство, и таким образом накапливать из года в год, получая купонный доход, перевкладывая этот купонный доход в следующие выпуски облигаций, таким образом создать себе частную пенсию. Мы все знаем, что сейчас пенсионные вопросы, они стоят очень критично и болезненно, можно так сказать, но есть возможность каждому человеку позаботиться о своей пенсии сейчас, и для этого есть возможности, которые государство предоставляет. Только нужно, конечно, в этом немножко разбираться, ну и иметь желание этим заниматься. Хорошо. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли в нашу студию. Напоминаю, у нас в гостях был наш финансовый эксперт Артем Хачатрян, директор инвестиционной компании «Финам». Мы с вами прощаемся. До свидания.